Родной Фольворк встретил Борга ласковым солнцем и нежными объятиями любимой. 20 дней отпуска вдали от войны пролетели быстро, затем Берлин и назначение сопровождающим генерала Крювеля, недавно получившего должность командующего 11-й танковой дивизией в Ливии. После всех красот Крита пустынные пейзажи навевали тоску, но выбирать не приходилось. Теперь домом Гюнтера Борга стал африканский корпус. В сентябре 41-го года амбиции Роммеля сдерживались лишь проблемой снабжения. Было очевидно, что пока не захвачен порт в Тобруке, добиться успеха в Северной Африке будет непросто. Армия, осаждавшая город-крепость, нуждается в подкреплениях и пополнении запасов, в то время как численность английских войск на Среднем Востоке быстро возрастает. В ночь на 18 ноября союзники начинают операцию «Крузейдер» по прорыву блокады Тобрука. Бои идут с переменным успехом. Даже несмотря на численное превосходство противника, немецким и итальянским дивизиям удается маневрировать и контратаковать, нанося войскам Монгомери ощутимый урон. Монгомери ощутимый урон. Тобрука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ха! Англичане наконец-то решились на атаку Баланс сил, конечно, не в нашу пользу Зато мы имеем более выгодные позиции И 88-мм орудия, способные разорвать их танки в клочья Попробуем удержать противника в узких проходах вот здесь и здесь Холмы не дадут Томе зайти нам во фланг А лобовая атака обойдется противнику слишком дорого К тому же мы можем рассчитывать на поддержку со стороны Люфтваффе Главное не пропустить англичан к пойме На открытой местности они просто задавят нас числом В общем, ситуация должна быть вам ясна Теперь ступайте и преподайте Каннингому хороший урок Мы должны не пропустить английские танки в долину Здесь мы можем попытаться сдержать их в узких проходах Но на открытой местности противник просто задавит нас числом Так, несколько бронеавтомобилей Думаю, вскоре им придется подтянуть сюда и свои танки А вот и их авангард Узнаю эту манеру ведения боя Никогда не решаются атаковать без разведки Если мы не можем сравниться с врагом численностью армии То успех может принести только умелое маневрирование И правильный выбор диспозиции В данном случае рельеф не позволит обойти нас флангом И Томми придется бросать свои танки в лобовую атаку Прямо на наши 88-мм орудия Экономьте снаряды! Без 88-мм орудий нам их не сдержать! 2-4-2-4-1-2-3-4-1 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Здесь исход боя решают танки и артиллерия. Будучи личным адъютантом командующего 11-й дивизии Африканского корпуса, я имел прекрасную возможность убедиться в его правоте. Сражение у Сидири Зега, несомненно, войдет в учебники военной истории. Мне выпала честь стать одним из его участников, и я благодарен генералу Крюверю за это. Мы все время находимся на марше. Там, где нельзя победить грубой силой, приходится брать хитростью и маневром. Похоже, что Томми так и не научились воевать на суше. И рано или поздно мы очистим Африку от этих заносчивых упрямцев. Авантюра Каннингема обратилась в черный дым, который поднимается к небу из останков его армии. Новости с Восточного фронта также вселяют определенный оптимизм. Наши войска уже вышли к окраинам Москвы, и скоро вся Россия склонит голову перед величием немецкого народа. Новости с Восточного фронта